Мощный старт, безошибочная передача эстафеты на каждом этапе и достаточный отрыв перед финишем. Вот слагаемые успехы команды Самарского политехнического университета, которая стала чемпионом легкоатлетической эстафеты. Недавно завоевали второе место на соревнованиях в Ульяновске, а потому работу на эстафете и расклад сил на этапах на тренировках отрабатывают уже давно. К соревнованиям готовимся. Вот с манежа выше на улицу тепло стало, сразу стали готовиться. Я считаю, что основное, за что победили, это подготовка передачи палочек. Эстафете это очень важно. Насколько я видел, мы все хорошо передавали. В любом случае, все страдали за победу, отдавались по полной, выкладывались на всю силу. Традиционная легкоатлетическая эстафета проводится уже более 35 лет. Посвящена она победе в Великой Отечественной войне. Спортсменам нужно было пробежать более 4 километров по парку Гагарина. Дистанция была разделена на 13 этапов – 7 мужских и 6 женских. По традиции, первый этап самый длинный – 800 метров. За лучшее время на нем вручали дополнительный приз. Любая победа, любой выигрыш какой-то в соревнованиях, он всегда для людей, а тем более уже для школьников, имеет значение для внутреннего такого становления, удовлетворения. И то, что ты занимаешься спортом, вот эти победы говорят о том, что твои занятия не напрасно, они дали результат. Всего в соревнованиях приняли участие 22 школьные команды и 15 команд вузов из СУЗов Самары. Среди школьников сильнейшими стали легкотлеты из 45-й школы, а среди среднеспециальных учебных заведений – спортсмены Поволжского государственного колледжа. Победителям и призерам вручили медали, кубки и подарки от спонсора соревнований. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.